Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Сколько несчастных случаев произошло на предприятиях Самарской области и какие основные изменения внесены в трудовое законодательство Российской Федерации в 2016 году? Об этом говорим сегодня. В нашей студии заместитель и руководитель Государственной инспекции труда в Самарской области Лариса Павлова. У нас прямой эфир ваших вопросов. Мы ждем по телефону 202-11-22. Звоните, мы вас услышим. Здравствуйте, Лариса Владимировна. Здравствуйте. Давайте начнем со статистики. Этот год, каким он стал, сколько несчастных случаев произошло, если можно, и какие тенденции все-таки к сокращению или к увеличению? Начиная с 2008 года и в целом по России, и в Самарской области, в общем-то, регистрируется такая тенденция положительная, снижение травматизма, особенно количество погибших, в том числе и в Самарской области. Ну вот, начиная в 2015 году, у нас уже эта тенденция была нарушена, был незначительный рост. И вот в 2016 году, в общем, достаточно много смертельных несчастных случаев. И уже по сравнению, если взять статистику 11 месяцев, то количество смертельных несчастных случаев увеличено на 22%. То есть, если за 11 месяцев 2015 года было 38 погибших, сейчас 45, год еще не закончен. К сожалению, прямо вот буквально декабрь чуть ли не каждый день приносит нам очередное такое неприятное известие о трагическом событии. А тенденции следующие, при этом общее количество несчастных случаев осталось примерно на уровне 2015 года, а смертей больше. Это говорит, конечно, это очень нехорошая тенденция, это увеличение тяжести, тяжести повреждения. И достаточно много среди общего количества, 45 человек, 12 погибло в групповых несчастных случаях. Много групповых несчастных случаев, причем именно с тяжелыми последствиями, то есть со смертями. Ну, самый такой вот у нас был трагичный громкий несчастный случай в сентябре, когда четверо работников Самара взрывтехнологий при производстве работ, взрывчатых работ на территории полигона в Ленинградской области погибли. В основном все были молодые люди. И другой тоже групповой несчастный случай с смертельными исходами, два человека погибло, была организация «Новая перспектива». Ну, там были работы, связанные с перемещением грузов, и груз упал на непосредственно стропольщика. И женщина, меньше 40 лет женщине, лаборант, которая рядом находилась тоже в связи с производственной необходимостью. А с чем вы это связываете? Что именно количество смертельных случаев увеличивается? Количество смертельных несчастных случаев увеличивается в связи с общим состоянием охраны труда. Потому что вопрос этот, несмотря даже на то, что был период и снижение, тем не менее мы, как инспекторы, всегда говорим о том, что вопрос этот всегда остается очень острым. И об этом свидетельствует все-таки высокий уровень травматизма, количество обращений, количество сокрытых несчастных случаев, обращения от работников постоянно растут. Вот буквально сегодня на прием пришла семья погибшего работника в ноябре месяце. С работником не были оформлены трудовые отношения, да и гражданско-правовые тоже не были оформлены. Из разговора с ними понятно, что работника допустил к работе бригадир Вася, который был нанят организацией по гражданско-правовому договору. То есть с ним заключили гражданско-правовый договор, а дальше он, значит, волен уже привлекать людей к работе. Вот такая практика в строительстве, особенно сложившаяся, она, конечно, имеет очень негативные последствия. И самое большое количество погибших у нас именно в строительной. То есть каждый третий, 45-15 человек в строительстве. И вот эта сфера, она из года в год? Из года в год. Строительство на первом месте и ничего не меняется. А что меняется? Среди погибших может быть возраст или что-то еще? Вот, к сожалению, в строительстве ничего не меняется, ни количества, ни возраст. Даже не в строительстве в целом. Да, а в целом, в целом тоже последние два года мы отмечаем то, что... Ну, во-первых, у нас последние два года опять увеличилось количество погибших женщин. Если в 2014 году две женщины было, погибших на производстве, в 2015 году было шесть. И вот в 2016 год не закончился, тоже уже шесть женщин, погибших на производстве. Значит, ну вот большое количество групповых именно с смертельным исходом. Тоже вот такая вот очень нехорошая тенденция. И то, что чуть меньше 40% это погибшие в возрасте до 40 лет. Молодые, в основном в рабочих профессиях, в основном в рабочих профессиях и водители. Вот, например, у нас одна организация есть, ООО «Стоун», строительная организация. В августе там произошло с 29-летним работником падение опалубки, то есть такого вот характера повреждения. Тяжелый несчастный случай, с достаточно серьезными повреждениями. И буквально через месяц у них происходит уже смертельный несчастный случай с 22-летним работником. При очень схожих обстоятельствах, при выполнении работ на объекте выставочный комплекс, вот на Южном, в Южном городе, 22-летний работник также в результате падения, падение монтировал опалубку и упал с 14 метров. А предварительно вот эти нарушения, которые приводят к смертям, их можно как-то выявить? Инспекция труда этим занимается? Безусловно. Вообще, конечно, вся система управления охраной труда, она, конечно, должна быть. Почему и так важно ее создание, функционирование? Потому что она нацелена, конечно, на предотвращение несчастных случаев. У нас все так принято, что произошло трагическое событие, начинаются приниматься меры какие-то такие вот экстраординарные. А нормальная работа, она подразумевает именно создание системы, выявление рисков, выявление опасности, предотвращение этих опасностей. А мы в ходе проведенных проверок видим, что в организации даже зачастую не решаются при очень большом количестве выявленных нарушений, но не решены даже во многих организациях, особенно малого и среднего бизнеса, даже такие самые основные базисные вопросы. Нет специалиста по охране труда, не созданы службы. Давайте на этом остановимся, вот особенно на малых предприятиях, как у них выстроена система охраны труда, потому что к нам поступил звонок от телезрителя. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Я представляю, я работаю водителем скорой помощи. Ваш вопрос? Мой вопрос. Я вот работаю чисто водителем, а не водителем скорой помощи. И у вас вопрос какой? Водителем. Вопрос такой, понимаете, есть существует водитель скорой помощи, есть водитель, просто водитель. Вот есть разница в зарплате, есть пятая, девятая. Лариса Владимировна, можете прокомментировать? Ну, конечно, нужно посмотреть, как в трудовом договоре, как записана ваша трудовая функция, сравнить ее с квалифицированным справочником, как в квалифицированном справочнике формируется. Ну, это нужно разбираться с этим вопросом. Как к вам обратиться, попасть на прием? Вот этот вопрос, он... Ну, мы всегда об этом говорим, и я думаю, что достаточно большое количество граждан Самарской области знают наш адрес, обращаются, пишут. Но еще раз можно напомнить, что по адресу Новосадовой, 106А, располагается инспекция, ежедневный прием там осуществляется. Кроме этого, 263-52-17, телефон горячей линии, можно дозвониться. Но лучше, конечно, прийти на прием, такую вот, найти возможность прийти на прием и получить консультацию. И в случае необходимости, если человек не удовлетворен консультацией, не все вопросы можно сразу ответить, в основном возникает необходимость изучения дополнительных документов. То есть водитель и водитель скорой помощи, это две разные вещи, есть своя специфика, да, и вот я просто... Ну, мне тоже сейчас трудно сказать, я полностью тарифно-коллекционный справочник так вот не знаю, не сталкивалась с такой проблемой. Да, и вот, конечно, большая разница, наверное, если несчастный случай происходит на государственном, муниципальном предприятии, и на предприятии, может быть, малого, среднего и частного какого-то бизнеса, как вы говорите, где, может быть, не оформляются никакие отношения трудовые. Вот как действовать в той и другой ситуации? Какие нарушения чаще всего бывают в частных предприятиях, вот в этих фирмах, которые не заботятся о том, чтобы на законных основаниях все это делать? Ну, самое, наверное, для них, с чего начинается, я сказала, если брать с точки зрения охраны труда, то это, конечно, отсутствие специалиста по охране труда. А ведь у нас малые предприятия, это до 100 человек, это, так сказать, достаточно большие предприятия в наше время. А трудовое законодательство требует при количестве работников больше 50 человек уже иметь специалиста по охране труда. Дальше, в зависимости от численности, формируются уже отделы и так далее. Так вот, мне кажется, нет организаций, в которой, например, нет, например, бухгалтера, да, юристы, юридические службы создаются. А вот на охрану труда такого специалиста может и не быть. То есть о каком приоритете сохранения жизни, там можно тогда говорить, это уже, конечно, абсолютная условность. А совмещать должности можно, допустим, вот отдел кадров и охрана труда, это допустимо? Можно совмещать, но для того, чтобы совместить, как минимум, должна все-таки в штатное расписание эта должность быть введена, для того, чтобы было с чем совмещать, да. А там уже все зависит от работы дателя, потому что, как бы он не совмещал, как бы он не принимал специалиста по охране труда, например, на полуставке, все равно ответственность за обеспечение безопасности охраны труда возлагается на него, как, в общем-то, и за многие другие направления деятельности организации. Поэтому здесь уже все это воля руководителя, будет он иметь освобожденного человека. Если вы пришли с проверкой, обнаружили, что нет такой ставки, и специалисты, что может сделать инспекция труда, как штрафные санкции или что-то? Ну, конечно, в первую очередь мы выдаем предписания. Естественно, контролируем обязанные, контролируем соблюдение этих предписаний. Вот 2000 предписаний в 2016 году было выдано, а 90 работодателей, юридических лиц, должностных лиц привлечены к административной ответственности за неисполнение предписания. А с 2015 года у нас одновременно с увеличением административной ответственности за соблюдение трудового законодательства возросла и ответственность за неисполнение предписания. Сейчас это очень серьезные штрафы, от 100 до 200 тысяч за неисполнение предписания именно вот Государственной инспекции труда. Вот 90 работодателей были привлечены к такой ответственности, а один был даже дисквалифицирован за неисполнение предписания. Ну и, естественно, вместе с предписанием рассматривается вопрос о возбуждении административного производства. Как я сказала, штрафные санкции значительно увеличены, и более 4,5 тысяч должностных и юридических лиц в 2016 году привлечены на сумму 64 миллиона рублей. При этом около 30 миллионов только по результатам расследования несчастных случаев. И параллельно с расследованием мы для того, чтобы углубиться и понять уже полностью, то есть не только обстоятельства, связанные с расследованием несчастного случая, но и всю систему управления охраной труда в организации посмотреть. Проводится одновременно проверка. Проверка расследований на 30 миллионов рублей штрафов. Да, тоже штрафы. Еще есть у нас один звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Добрый день. Вот скажите, пожалуйста, торговый центр «Гудок» нанимает рабочих, а платить никак не хотят. И вот у меня сын там работает с варшиком, и никак они не хотят заплатить. Он весь на нервы, под Новый год ни копейки денег нет. Он перестал работать. Ну, нелегально, считай, нанимает там таджиков, украинцев и наших без таких договоров. И деньги, говорю, будут все деньги на сердце. Спасибо за ваш вопрос. Спасибо за ваш вопрос. Это примерно то, что... Я понимаю, что торговый центр «Гудок» – это именно строительство. То есть речь идет именно о привлечении работы на строительные работы, как вы сказали, электросварщик. Я думаю, что хорошо бы, если бы написать жалобу к нам в инспекции, которая будет поводом для проведения проверки, в том числе и выездной проверки. По обращению работника выездные проверки у нас не согласовываются с прокуратурой. Вот у инспекции есть такие полномочия. И проблема только в том, что вот в данном случае вот обращается мать, она не является работником. Ну, чтобы обратился работник. И правильно делают работники, когда обращаются не когда уже эти отношения прекращены и прошло какое-то время, а вот для того, чтобы выяснить вот этот фактический допуск к работе, не оформление трудовых договоров и так далее, все вот эти сопутствующие вот этому нарушения, естественно, не выплаты заработной платы, вот для этого нужно обратиться в инспекцию. Да. А нужны какие-то материалы, которые подтвердят, что он выходил на работу или что-то? К сожалению, бывает, что вот такого ничего и нету. Ну, вот не остается следов. Но все, что если какие-то есть, какие-то там пропуск, например, мы всегда спрашиваем, например, бывает, может быть, вам давали какую-то справку для предъявлений в какие-нибудь органы, там, соцзащиты или что-то еще. Да, вот это очень важно, чтобы доказательная база была, что он работает. Иногда работодатель не оформляет трудовой договор, но, например, про просьбу работника может для предъявления в банк или в ту же самую соцзащиту какую-то справку написать, что является работником. Это, конечно, достаточно крепкое доказательство. Да, нужно все собирать и хранить. Еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Представьтесь и задавайте ваш вопрос. Водителем какой организации? В какой? Муниципальной? В самарападе. 41 марта. Если вновь. Это нормально? Существуют какие-то нормативы для водителей? Для водителя существуют нормативы. Я думаю, что однозначно у вас график не соответствует требованиям. И тоже нужно вам написать жалобы, чтобы разобраться с этим вопросом. Посмотреть соблюдение режима труда и отдыха в этой организации. Опять же, чтобы подтвердить, что он отработал эту смену в 15 часов, ему какие нужны для вас? Что будет аргументом? Ну, здесь, во-первых, путевые листы. Естественно, работодатель ведет табель учета рабочего времени, как уж он там регистрирует это. Но водители в основном путевые листы подтверждают его режим работы. А в данном случае инспектор выйдет в это предприятие с проверкой или нет? Значит, у нас два вида проверок. Выездные и документарные. Более эффективно являются выездные проверки. Законодатель нас все-таки нацеливает начать с документарной проверки. Только если в ходе документарной не удается убедиться, можно инициировать выездную. Но в некоторых случаях, особенно когда связано с условиями труда, мы начинаем сразу с выездных проверок. Да, но здесь напрямую речь идет, конечно, о безопасности не только водительных, но и пассажиров. Потому что такой график работы, это же человек может... И вот, между прочим, вот если бы меня спросили, с какими профессиями происходят несчастные случаи, да, я вот тоже была готова ответить, что в том числе и смертельно, именно с водителями. И не только по причине и дорожно-транспортного происшествия в основном, конечно. Вот, но у нас вот водители и вот строительные профессии. Там их называют по-разному, но в основном это вот и разнорабочие, бетонщики и так далее. Вот, но водитель даже на первом месте и дорожно-транспортные происшествия, именно при выполнении трудовых обязанностей, большое количество. Да, с какими вопросами еще обращаются в инспекцию, и в каких случаях вы можете помочь восстановить нарушенные права? Потому что вот столько много ситуаций, когда человек и боится заявить, чтобы потом остаться на рабочем на этом месте. Как во всем этом разобраться? И действительно, вот есть ли есть, какая должна быть уверенность, чтобы обратиться, и что действительно инспекция защитит, восстановит права, и человек останется в этом предприятии? Ну вот, несмотря на то, что когда я в подобных передачах участвую, я всегда предполагаю, что меня могут услышать те, кому инспекция не помогла, и у них осталось какое-то, может быть, негативное отношение. Но на самом деле, конечно, здесь все-таки, так сказать, полка о двух концах. И каждый год увеличится количество обращений. Это говорит, ну, с одной стороны, все-таки, я считаю, о степени доверия инспекции. Все-таки, если не помогали бы, не обращались. И, конечно, о том, что работодатели продолжают нарушать трудовое законодательство. Каждый год на 10-15% количество обращений увеличивается. Вот в этом году к нам поступило 9,5 тысяч обращений. Примерно около 10 тысяч письменных устных консультаций было дано. Из 9,5 тысяч обращений только 500 были признаны необоснованными. Все остальные, они, в общем-то, обоснованы. Но другое дело, что все-таки нужно понимать, что методами, присущими инспекции, не каждый вопрос может быть разрешен. Основой для того, чтобы была возможность восстановить нарушенные права, безусловно, является трудовой договор. И чем больше в нем условий, которые соответствуют реальному, реальной ситуации, в том числе и в размере заработной платы, тем больше надежды и возможности, что трудовые права будут восстановлены. При этом часть вопросов, они однозначно относятся к идеально-трудовым спорам. И в соответствии с трудовым кодексом, статья 391, ряд вопросов, связанные как с восстановлением на работе, с переводом на работу, изменение записи в трудовую книжку, ну и, конечно, вопросы дискриминации, отказа в приеме на работе, они рассматриваются только в судах. И когда к нам работники пишут или приходят на прием, мы говорим, вам эффективнее обратиться в суд. Тем более, что для обращения в суд сроки установлены по увольнению один месяц, по всем остальным вопросам три месяца. Если вы меня сейчас спросите, мы с вами хотели обсудить вопрос изменений в законодательстве, вот я там скажу, что вот как раз здесь по вопросу невыплаты заработной платы, одно из изменений, которое в этом году произошло, увеличен срок обращения работника в суд. Это очень правильно, до одного года. С чем это связано? Потому что обычно так, пару месяцев работник надеется, потом он обращается в инспекцию, в случае неоформления трудовых отношений и отсутствия подтверждающих документов, очень трудно подтвердить его фактическую, например, работу, невыплаты ему заработной платы. Проходит время, три месяца проходит. Вот теперь этот срок один год. То есть у работника больше шансов все-таки доказать, что он действительно работал, не получал заработную плату. Это связано с заработной платой. Все остальные нарушения, как я сказала, по увольнениям один месяц, несогласие с увольнением, по остальным нарушениям три месяца. Но все-таки в большинстве случаев мы помогаем. И вот по несчастным случаям хотелось бы уточнить, может быть возникла такая ситуация, что был травмирован работник, договорился просто с руководителем, он предложил ему там помощь какую-то, и они забыли об этом. Через какое-то время возникли последствия, естественно, травмы, которые усугубились в организме. Вот как себя правильно повести в этом случае? Есть ли срок давности в данной ситуации? Можно ли все это поднять, обратиться и... Да, вот вы знаете, вот хорошее, в общем-то, дело, что для расследования несчастных случаев срок давности отсутствует. И обратиться можно всегда. Другое дело, что когда все это по горячим следам, конечно, делать намного эффективнее, и когда работник изначально договорился с работодателем, получив от него, а может быть, даже не получив какие-то обещанные дивиденды, да, может быть, при этом, например, он мог дать неправильную информацию в медицинском учреждении о том, что он упал дома. Такие, значит, вещи обычно им сопутствуют. Вот заявление о том, что в этот день прошу дать мне отгул, как бы уже работодатель подстраховался, да. И когда, значит, в табеле будет стоять отгул, запрос в медицинское учреждение даст, что со слов пострадавшего травма была получена там дома или где-то там еще, в общем-то, достаточно трудно будет. Вот нам достаточно трудно будет. Факт несчастного случая устанавливается судом в таком случае. Понятно. А как все-таки, вот вы сказали, что обращаться стали больше, а как повысить грамотность свою в вопросах охраны труда? Где можно вот эту информацию взять, проконсультироваться? Понятно, вот в инспекции, но не кажется, что пойдет за консультацией в инспекцию, а вообще вот чтобы общий уровень поднять вот именно в этой сфере? Да, вопросы правовой грамотности очень актуальны, потому что вот вообще я считаю, что причины вот такого недостаточного уровня соблюдения трудосконодательства это низкая правовая грамотность, как работодателей, так и работников. Но другая причина, это, конечно, пониженная социальная ответственность работодателей. Поэтому грамотность, конечно, нужно повышать. И, в общем-то, информирование, консультирование – это одна из наших таких вот именно превентивных направлений деятельности и достаточно актуальных задач. Ну, значит, я говорила, что получить консультацию можно в инспекции личной, телефонной горячей линии. Но Роструд… Хотела бы вот всех, так сказать, слушателей сегодняшней передачи обратить их внимание на то, что вот развитие различных технологий, в общем-то, должно способствовать тому, что грамотность должна повышаться, доступность различных источников. Да, трудовое законодательство сложное, оно меняется. И отследить все вот эти вот изменения достаточно сложно даже для специалистов, которые этим занимаются, тем более для работников. Нужно знать свои основные права, и всегда можно получить информацию, информационный портал онлайн-инспекция РФ. Естественно, через него можно попасть через СЕСТ-интернет и также, например, через сайт Роструда. Заходим на этот портал, там создано много сервисов, электронные сервисы, сообщить о проблеме, где можно оставить жалобу, трудовой навигатор, дежурный инспектор с подразделами «Часто задаваемые вопросы» и «Тысяча вопросов-ответов». То есть там можно получить ответ на свой вопрос, уже размещенный. Если вы не находите его в этих системах, значит, можно оставить свой вопрос. И там, кстати, рассматривается очень быстро, дается ответ в течение трех дней. Если вопрос требует более тщательного изучения, не в режиме консультирования, значит, он идет сообщить о проблеме и уже рассматривается, направляется в инспекцию по территориальному расположению и рассматривается. Очень актуальный, там вот сейчас новый сервис запущен, кстати, очень интересный для работников, называется «Проверить свой трудовой договор». Путем такого опроса, там можно как оформлять, как проверочный лист, и можно проверить, насколько содержание вашего трудового договора отвечает требует трудового законодательства. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, представьтесь и задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, где вы находитесь в вашей организации, куда можно обратиться по вопросам интересующим, выяснить, как она дать у тебя у меня? Спасибо за вопрос. Я вот уже говорила, что мне казалось, что нас знают все. Ну, вы, значит, не все. Пожалуйста. Новосадовая 106А – это район «Звезды». Проезд «Звезда» у нас, да? Да, комплекс «Звезда». Развлекательный комплекс «Звезда» и «Захар», торговый центр «Захар». Новосадовая 106А. На первом этаже кабинет 110, ежедневный прием с 9 до 6. Да, потому что не все готовы озвучить в прямом эфире свой вопрос, потому что здесь много чего. Если есть какие-то документы с собой, трудовой договор, может быть, там трудовая книжка, копии с трудовой книжки, все эти документы надо с собой принести и побеседовать, и сформулировать заявление в случае, если оказанная эксультация вас не удовлетворит. Какие сегодня все-таки самые многочисленные нарушения в сфере соблюдения трудовых прав? Что сегодня лидирует? Да, и выявлены нарушения, об этом говорят, и анализ поступивших жалоб, их содержание, говорит о том, что основное нарушение – это, конечно, не выплата заработной платы и не оформление трудовых отношений. Вопросы охраны труда, безопасности труда, несмотря на такой высокий достаточно травматизм, безопасные комфортные условия труда, знаете, когда они платят зарплату, все-таки немножечко они отходят на второй план. Но иногда хочется сказать, к сожалению, потому что, конечно, это, ну, угроза жизни, да? Вот. Поэтому, значит, больше половины жалоб посвящено вопросу невыплаты заработной платы, неоформлению трудовых отношений или, например, когда в трудовом договоре прописана не та заработная плата, которая… А какие существуют механизмы для того, чтобы решить вот эту проблему инспектору труда, чтобы выплатили человеку, который жалуется, эту зарплату? Вот что существует? Какие механизмы? Как вы действуете? Мы действуем, проводим проверку, запрашиваем документы в случае документарной, выезжаем в случае необходимых документов, начиная с всей локальной документации, связанной с оплатой труда. В общем-то, я сказала, что основой основ является трудовой договор. И если он есть, и желательно обращаться, не когда уже организация находится в стадии, ну, когда уже, так сказать, совсем придушили экономические проблемы, когда она уже в одной стадии банкротства может находиться, когда начинает менять свои юридические адреса, работодатель скрывается от надзорных органов, а вот именно, когда еще в процессе работы. Да, вот это важный совет, да, не ждать, когда уже несколько месяцев. Намного легче тогда, да. Еще один телефонный… На уговор не поддаваться, отставить свои права. Еще один телефонный звонок. Добрый вечер, представьтесь, задавайте свой вопрос. Добрый вечер, я Стреляевна Мария Ивановна, вот у меня такой вопрос. Вот тем известный, вроде бы, военный проект, и все говорят про черную заработную плату. Вот там до сих пор черная заработная плата, и у меня вот дочь пострадала, так как еще молодая, она не умеет за себя так постоять с этой черной заработной платой. При увольнении не заплатили 12 тысяч. И что делать дальше? Я же задала вам вопрос. Совершенно правильно, вы задали вопрос. Вот вы знаете как, вот не хочется о грустном говорить, ведь она только при увольнении пострадала. А когда она в процессе работы, понятно было, что она получает ту самую серую заработную плату, да, и в трудовом договоре прописана другая сумма у нее. То есть это как бы был такой, ну скажем, все-таки договоренность, не буду определять такое слово рисковатый, сговор, да, договоренность была устная с работодателя. И это устраивало. Да, в случае увольнения в основном работодатели не доплачивают эту часть заработной платы. И даже вот методом, присущим инспекцией, очень сложно это восстановить. Только в суде, подтвердив, так сказать, ее реальный заработок с помощью свидетелей, например, и так далее. А инспекция работает по документам и в соответствии с размера оплаты установленным трудовым договором. Значит, мы проверяем документы о выплате именно вот этой части заработной платы, как прописка в трудовом договоре. То есть вы рекомендуете в суд обратиться лучше, да? В данном случае в суд, а вообще мы рекомендуем с самого начала этот вопрос решать с работодателем. И уж если идете на этот сговор, то, так сказать, нужно... Надо риски свои понимать. Да, и последствия прогнозировать. В общем, все должны, так сказать, ответственно относиться. И вообще трудовые отношения, я все время подчеркиваю слово отношения, это отношения двух сторон. Поэтому надо эти отношения правильно выстраивать и, так сказать, свою роль в них устанавливать так, как положено. Да, и может быть, вот очень коротко, у нас буквально одна минута остается какой-то итог года и взгляд в будущее. Обратиться к нашим жителям Самары, работникам, вот на что обратить особое внимание вот в этих отношениях? Такое резюме нашей программы. Да, и пожелания. Да? Да, да, да. Да, и пожелания в Новый год. Ну, относиться, во-первых, вот серьезнее относиться к своей жизни. Понимать, что работа, это, она связана с определенными рисками и никакими ни компенсациями, ни какими выплатами утраченную жизнь компенсировать невозможно. Поэтому ценность человеческой жизни нужно понимать и требовать это от работодателя. Уметь защищать свои права. В некоторых моментах уметь договариваться. Еще раз подчеркиваю, это отношения, их надо выстраивать. И здесь, конечно, мы обращаемся не только к работникам, но и к работодателям. То есть выполнять свои обязанности. Да, очень философское, жизненное пожелание. Спасибо вам, удачи в вашей работе, чтобы было как можно меньше жалоб, но они все решались с отставанием прав трудящихся и работодателей в том числе. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. Всего доброго.